Данный памятник, он может быть использован, если есть реальные жертвы. То есть тут есть место, где написать фамилию. И здесь образ погибшей птицы, вот на этом расколе. Уже несколько вариантов на выбор. По словам Александра Рожникова, идея не только актуальная, она может быть полезна с точки зрения профилактики. С начала лета в России уже десятки случаев поражения молнией. Самая частая причина смерти в том, что люди просто не знакомы с техникой безопасности. Гроза, как правило, застает своих жертв врасплох. Святый Божий, святый крепкий. В Смоленской области открыт первый такой мемориал. История очень трагична. Труженики села занимались заготовкой сена на колхозном поле. Гроза застала их за работу и буквально в течение нескольких минут пошел проливной дождь. 13 человек спрятались под только что сложенным стогом сена. Молния ударила прямо в него. Не выжил никто. Для жителей деревни Касатенко это личная трагедия. Для целого московского региона удары молнии – одна из самых частых и непредсказуемых смертей, от которой не застрахован никто. Мне кажется, тему надо расширить. В принципе, он может быть вполне, но гроза – это стихия. На мой взгляд, нужно делать памятник обобщающий, то есть погибшим в стихийной бедствии. Депутаты Мосгордумы готовы рассмотреть подобное предложение. Несколько условий. Мемориал должен не только привлекать внимание, но и предупреждать об опасности и показывать ее масштаб. В идеале памятник должен стать еще и образовательной площадкой для лекций по выживанию и технике безопасности в экстремальных ситуациях. Антон Кириллов, Елизавета Пчелкина. Новости 360.